Да, и Ван Эссенс тоже. 50 на 50 статистика у нас здесь. Мы видим лоб Дайса и его суровый взгляд. Кейс Гамбит выиграл в 2017 году, мажор против Умортал в составе Зевса. Моу до сихо... Пошли там пиксели какие-то. Ясен Красин говорит, ребятушки, Мишань, пойду спать, всем теплого, хорошего вечера, болеть не айс. Согласен, безусловно. Безусловно. И компьютерные игрушки, и стримы, кстати, в... Ну, мне лично довольно часто помогают провести время, потому что хорошо отвлекают от неприятного, нестандартного состояния. Ну, когда там температура, стандартные вещи какие-нибудь там, боль в мышцах или там слабость общая. Ну, типичные... Типичное состояние такое. Вот, а запустишь игру какую-нибудь стримчанские, и время летит незаметно. Ну что, другой мэтчап. Это, кстати, тоже очень классно, потому что мы с вами, видите, посмотрели... Да, эльфийский мирор один первый, но он был довольно разнообразный. Да и Соник не давал нам заскучать со своей игрой. Вот, и... Ну, дальше, соответственно, у нас Хуман Орк, Эльфан Дэд. А стой, когда при болезни нельзя напрягать глаза и вообще мозг. Да, бывает по-разному. Приходится отлечься Дайсу, чтобы Акалит не добил черепашку. Крейзи, привет. Ну что, по стратегии пока что все ровненько. Я не знаю, насколько фанат Энте Гарк, и что у него там будет на Т2. Пока предпосылок к Гаргулям, кроме Фонтана, я никаких не вижу. Ну, в плане строительства склепа второго. Но он его, если будет добавлять, то где-то через минутку только. Ну, а в Дайсу, по стандарту, конечно, нужно ставить экспанд. И у него там трутся виспы, и он пытается... Что, персональный телепорт мы берем здесь или что? Взял персонал, телепортируется, видимо, на визу... Ну, пошел телепортироваться, ну уже давай, ну! На мейн, на мне показывают, опс, ну, среагируй. Такой сонный опс. Тратит телепорт. Грамотная штука, посмотрите. То есть тебе потратить телеп... Ой, Ахалит все равно умирает, несмотря на наличие дыки. Как? Как? Да, но... Че делать? Минус телепорта, минус Ахалит во время грейда. Это недобытые деньги, я не берусь сказать, сколько конкретно, но... Ну, потому что надо учитывать, насколько грейд уже был сделан. Но старт очень хороший. Сейчас без телепорта, на самом деле, дыке будет не так комфортно выбегать. Ну, ты же все равно против козла играешь, там, прикопают, подокружат, и все, у тебя нет второго шанса. Я думаю, что сейчас будет персоналка прикуплена, потому что... Ну, иначе реально слишком рискованно. Вот он бежит в сторону магазина, а потом направлялся вроде как направо, как будто пытается понять, не строится ли у эльфа база. Он же сюда идет не для того, чтобы зеленую точку прокрепить. Он ищет дерево, которое... Да, не находит его в одном месте, не находит его во втором месте. Дерево делается, оказывается, на главной базе, на мейне у дайса. Это очень правильное вообще решение. То есть он экипера сейчас до третьего почти прокачал. И... Ну, и ДК сейчас совершил абсолютно бесполезное путешествие со своего мейна в противоположную часть карты. Безрезультатное абсолютно. Третий кипер. Здрасте. А Гарги все-таки, да, там? Сказали, но я на базу не успел взглянуть. Я вижу, что Лич делается, пандарийский пиор вторым героем. Ну, Дайс как будто играет уже против Гарг. Нейч Блессинг, Мас Арчи. Да, два склепа, здрасте. Очень классно. Мне нравится, когда сейчас перестраивается... Ну, не перестраивается, он просто продолжает играть. Отъедает. Предмет хороший на мастерской у противника. У него дерево сейчас выкопалось с Нейч Блессингом, довольно быстро дотопает до экспанда. Сейчас, правда, придется всей армии идти и ставить... Ну, по крайней мере, там пандой и четырьмя арчами нужно возвращаться для того, чтобы не задерживать постановку базы. Но в целом, Кипер свободен, наверное, да? Побежит куда-нибудь. Да, Дайс, ты прав, что надо было Кипера, конечно, отводить от криппинга. Возможно, он не хотел темпа терять. Потому что тебе любой урон нужен, когда ты такую точку забираешь, которая потенциально... Ну, противник же рядом, ты чистишь фактически точку, которая рядом с его базой находится. Ну, вот. Сейчас отводит, видишь? Типа, побезопаснее, якобы. Ну, проходи, проходи деревом, проходи, не толпись. Ну, давай, ну, уже ж можно, нужно даже. Веспов опять не хватает, эльфа. Не, о, подвел двух веспов, ой, молодец. О-о-о-о-о-о! Сейчас нужно поконтролить немножечко. Винные пары дыхания Арча, скорее всего, умрет, потому что, по крайней мере, из-за Койла. Даже не тратят Койла, потому что и так успевает. Диспел отличный на трех, а то и на четырех скелетов. Но, да, телепорта нет, это важное замечание. Очень, это правильное замечание. Сейчас, в целом, можно попробовать даже... Блин, Арчи, жалко, ну как так? Так, сюда можно даже без арчей идти до начала. Ну а что, кипер есть, прикапываешь гулей, убиваешь. Только-только... Пошли первые дриадки. Не хочется арчей выводить до появления первых дриадок. Они, по крайней мере, дают тебе хоть какой-то контроль, замедление, там, все дела. И они, по сути, тоже являются такой целью для андеда. Но дриадок попроще контролить, чем арчей. Скоро, перемещение выше, и мун есть. То есть там новый койл не работает. А вот то, что он сейчас 4 арчи отдал до появления первых дриадок, это жалко. Андеду все равно, даже если бы находились 2 альфийских героя рядом с этой строящейся базой, все равно там нечем было Андеду особо сражаться. Что там, 3 гарги, 1 гуля, которая на прикопке уходит, и все, и 2 героя. Но в целом ситуация у Дайси все равно очень хорошая. Он поставил базу очень рано. Он взял правильного героя. О, купился на иллюзию. Сейчас понял по количеству нанесенного урона, что это не настоящий козел. Ай, ну где просветка? Ну, е-мое, даже дыхнуть туда можно было в эту гаргу. Нет, тут пока у Дайси просто все шикарно. Я не знаю, каким макаром. Только время нужно, много-много времени, много-много хараса. Выходит в Т3 сейчас. Нравится мне еще, как Дайс контролит ситуацию. Бомберизм, правда, здесь хороший. Да, ретаргет, делаешь, что-то орешь, но я не пойму. Ну, рядом с Личом находится несколько юнитов. И, ну, все, что тебе нужно сделать, это взять Лича и тыкнуть, атаковать кого-то другого. И все. А там столько криков. Очень странно. Ну, бывает, ничего. Ай-яй-яй-яй-яй, Дайс зевает нейтралов. А, он переэто самое, он смотрел, он смотрел на противника, типа, телепортироваться или не телепортироваться, какой состав. О, персоналочка. А, немножко выиграл времени. А сам идет пешкарусом. Дерзкий молодой щегол, вы посмотрите. Да, и вот так вот он реально выиграл время сейчас за счет персоналки. Ну, погнали, 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 погнали. Третья панда, все есть. Энтон не должен сейчас здесь сражаться. Две гульки просто подрезают на халяву. Как же ты забыл такие две маленькие гульки? Минус одна, минус вторая. Изи. Может, Т3 сейчас тыкнем, а да, если все же шикарно. Леса вроде даже хватает. Давай Т3 тыкнем. Порадуй старика Микера. Молодец, какой хороший молодой эльф. Молодец, молодец. Ну, а что, единственный аргумент в пользу строительства Дриады, это риск, что у тебя сейчас как-то продолжится пуш. Но пуш не продолжится. А Т3 тебе нужен. Хотя бы, хотя бы ради двух орб. Хотя бы. Кто добил. Блин. Когти плюс 12 для леча. Ладно, бывает. Сжирает. Койл добивает. Там не хватило реально урона для того, чтобы там просто тыкнуть. Кажется, мы атаковали просто других юнитов. И Огра перестали атаковать, к сожалению. Я смотрю, когда, знаете, с глазами там из-под... Ну, посмотрите, вот с левой стороны веб-камеры, у меня там глаза так бегают. Я как будто наблюдаю за нами. Из-под, не знаю, стола, что ли, или откуда-то еще. Кажется, такой высунулся и смотрит. Ну, смотрите, по сценарию Энте должен брать арбу и идти пушить. И чем раньше он это сделал, тем лучше. Но проблема в четвертой панде. У него плюс 20 лимита, и герои круче. Я не знаю, как здесь нужно действовать Энте, или как нужно отдаваться Дайсу, для того, чтобы не отбить таким стадом кос. Вот такие вот не до 50 лимита. Это уже телепорт, он не пугает. Погнали. И АОФ еще есть. Дыхание. Стонформа есть, но не использует ее. О, он ее вообще не использует. И там не могут с залпа убить Дриаду, пьяные гарки. Ну, до свидания тогда. Второй свиток лечения тратит. Ну, плюс 20 лимита, и все свитки потрачены. Дыхание, до свидания. Зачем тебе... Ты делаешь форму и не используешь ее против панды четвертой? Ну, такие, да, ошибки есть у современных андедов, по крайней мере, не самых топовых. Потому что... Ну, это больше, чем два раза снижение урона просто винной пары. Там все гарги были пьяные. Там два выстрела из трех они мажут. Я смотрю, как они стреляют после этого по Дриаде, снося у нее только 60% хп. Но это... Может, волнуется Энте. Но сейчас у него ситуация, тушь и свет. Да, и сконтролирует ситуацию на карте, знает, что там нет экспанды. Понимает, что все вообще в его руках. Он берет арбу. Панда наполовину пятой почти. Все. Осталось только придумать, каким макаром заставить андеда выйти. Ну, можно душить, конечно, не выходить самому, просто защищать свой экспанд и контролировать ситуацию на карте. Но, может быть, даже стоит подумать над... Ой, ну что ты начинаешь сражаться-то без панды? Ну зачем? Досенок, досешь! Во, во, стонформа пошла хотя бы первая. Свиток лечения уже лучше. По крайней мере, залпы убивают. Но здесь лимитов уже плюс 25 просто у Дайса. Понимаете? Так что с пандой здесь ничего не сделать. Здесь свитков лечения уже нет. Уйти сложновато, потому что телепорта нет. Ой, сейчас... Ой, дыхание направо хорошее! Гарги просто не могут ничего сделать. Красава, Дайс. Мне понравилось. Даже Фогич иногда против Гарг не играет так четко, как Дайс играл сейчас. Ранняя база, правильная активность. Панду быстро прокипел, молодец. Нет, здесь эндед для того, чтобы победить, я не знаю, что нужно. Уринов поддержал ваш конверт на 100 рублей и сообщил... Бабушка. Бабрый вечер. Бабрый. Бабушка участвует. Бабушка. Не-не-не, это европейский дримхак, здесь без фокуса. Без фокусов. Ну, все, отлично. Телепорт исключительно тактический характер сейчас нес. Потому что панда нулевая, он просто пришел, забрал. Позиция была хреновая, да и зачем сражаться сейчас? Вообще шикарно, шикарно. Третья играет на атаку, удрят. Да, Веспов подвел к Экспу. Я думал, ну вот здесь вот он ошибется. Нет. Не ошибся. Четенько сделался. Сейчас получит пятую панду. Но вот эти вот, если козла отведет. Козел ему пятый не настолько нужен, естественно, как вот он его отводит. Козла. А панде может все равно не хватит. Не хватит, кажется, немножко Экспы, да? Да. Чуть-чуть, там еле-еле. Ладно, ничего, ничего. 70 лимита против 50. Да. А, Т3 он еще тыкнул по таймингу, по правильному. Да. Оп. Попытка сделать фишку с окружением гаргами. Если посмотреть какие-нибудь старенькие мувики, вот... Можно такие моменты понаходить. Когда там какой-нибудь Мэтт Куфрог. Зачем, зачем ты продолжаешь здесь сражаться? Не надо, не надо, не надо. Ой, мажет стаффом. Ты че? А, стаффа-то не было у козла. Че ты делаешь-то? Блин, ну дайс, ну не надо, ну не отдавайся, пожалуйста. Ну... Да, дрядки непонятно чем занимались. Ладно, пятая панда, козел нам не нужен. Быстрее героя получили, и так справимся. Гарги разваливаются вообще дико. Тактическая отдача, как вы думаете? О, он сейчас еще может не выпустить дико. Ой, какое дыхание! А-а-а! О-о-о-о! Ё-моё! У-у-у-е! Сейчас будет такая... Такое дыхание! Нет, только... Взлетают! Дыши! О-о-о-о-о! Ну, я бы вышел, если честно. Как бы, козел не козел мертвый, но... Энте сейчас с такой дизморалью. Он понимает, что там панда растет на дрожжах. Вообще. Ну, Энте приблизительно считал, как там по этому, по КД бутылке. Он видел бутылку у панды, но не знал, успеет, не успеет прожать. Вообще. О, можно, можно... А, он не видит же точно. Привет, Давд БПН. Всем, друзья, добрый вечер. Хорошего вам вечера, хорошего настроения. Мы смотрим... Дримхак европейский. Последний день групповой стадии. Болеем за наших. У них... Ну, кто-то смог, кто-то не смог уже. Сейчас у DICE сражаются с немцем за право выйти из своей группы со второго места. Господи, как же, как же, DICE. Унижает гаргуль. Ну, это панда, понимаете? Панда в грамотных руках, в правильной прокачке. Если вы успеваете, если вы читаете гарг вовремя, вы вовремя ставите экспу, вы берете панду, вы ее начинаете холить, лелеять уже с самого начала, экспу в нее заливаете. И дальше происходит то, что происходит, например, против Хумана, против той же самой панды. Андетт начинает работать на свитке. То есть он не может вот в такой стратегии с гаргами сражаться без... против качанной панды без свитков. И все. Конечно, сражение за сражением, сражение за сражением. Ищи, гол хорош, DICE вообще молодец. Панда невидимая пошла на базу. Что? А, видимо, на нее телепортируется Аннадыш, на нее телепортируется Кипер, и они там околитов как-то пытаются собрать. Надо подождать, когда уйдет Андетт со своей базы. О-о-о-о, калиты горят на работе. Вся армия возвращается, тыкает на шахту. О-о-о-о, а то тут можно шахту потерять. Не, решил не оставаться здесь. Просто, чтобы подчинить шахту, тебе нужны аколиты. Аколиты подходят и умирают. Мне кажется, он бы мог здесь справиться все равно. Он мог шахту убить. Он мог шахту убить здесь. Не рассчитал, он мог убить шахту. Я сказал, что он мог шахту убить. Он мог убить шахту. Да. Не, ну, смотрите, у Энты та же самая ситуация. Ему нужно либо харасить активно для того, чтобы Дайсу не давать так много ресурсов. Но Дайс уже зажался. У него 86 лимита и против 40. Либо планировать какую-то атаку. Но я не знаю, как планировать атаку. Убил бы, не смог бы. Ах. Да. Панда, как обычно, сзади. Козла начинают мочить. Начинайте мочить козлов. Пропустите панду, пожалуйста. Ну, е-мое. Так мы гарг... Подрядок теряем, а гарги улетают. Как думаешь, что он смог бы убить шахту? Интересный вопрос. Контролирует Дайс экспант, как вы видите. У него там висит висп. Ну, аккуратненько, пожалуйста, пожалуйста. Не надо так дряд отдавать. Козла нюкают. О-о-о-о. Подержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Майкер, МБ получит создайся в интервью небольшое и организовать. МБ поищешь контакты. Я думаю, это не проблема. Но то же самое, что и с Хавком. После матча, если Дайс победит, все равно будет интервьюшечка. Ой, пошел ультимейт от панды. Ну, то есть, я не вижу смысла особо в двойном интервью, если стандартная... Ну, да, короче, Энт пишет ГГ и левает. И мы видим глаза Дайса. Он выдыхает. О, улыбка. Щегол доволен. Молодец. Не, он хорошо отыграл, конечно. Очень четко отыграл. Сделать дятлов, говорит нагибатор. Да нет, дятлы там. Мне не особо нужны. Пух отлетел, что ли, спрашивает Павел Дуринов. В пух. За друида, да, отлетел. Пух умер в Нахэле. Но, опять же, пух, видите, как далеко тоже прошел. Модный шкаф советский. Да-да-да. Я говорил, что шкаф старше Дайса, скорее всего. У меня такой же шпанер стоял один в один. Кого ты до сих пор? Рэйтет. Сказал мне, всякий профи справится. Неудивительно, что пух отлетел. Да, конечно, не всякий. Привет, Эдвард Гор. Друзья, всем добрый вечер. Добро пожаловать на трансляцию. Сегодня она была сравнительно спонтанная, потому что... Ну, потому что... Обычно в воскресенье я особо не... Аланис. ...поддержал наш канал на 100 рублей и сообщает... ...будайся на заднем плане три томика Шекспира на секундочку. Хорошо. Родж говорит, я на днях обнаружил, что у меня счетчик электроэнергии на квартиру 70-го года рождения. Дайс улыбается. Сейчас, смотрите, фото Дайса и фото Энта абсолютно соответствуют результату матча. Давайте посмотрим, если его успех продолжает на мапе 2, то что Орден улетает. Погнали. Гораздо более контактная карта. И здесь, скорее всего, Энта не будет играть в гарк, по крайней мере. Ну, по крайней мере, фонтанов нет. Да и я не стал бы, в принципе, против Дайса с такой же... Ну, повторять игру в гарк, если честно. Потому что этот пацан... Пацан готов. Я только чатик сейчас перенесу, чтобы вы смогли снова лицезреть глаза Дайса и его лоб. Сейчас меня отвлекают коты, которые зарубились просто на кровати. Тересандра Михайловна, которая раньше помещалась у меня на плече, милейший души котенок, вымахал в здоровую, не знаю... Ну, реально здоровую кошку. Она огромная. Можно будет сделать ката-паузу, показать, если мне удастся изловить ее. И она устраивает тут остальные... Гоги Хавк будет. Фогич вышел на первом месте, так же, как и Хэппи, Икс Лорд и Крафт. Хавк уже отстрелялся на сегодня. По сути, этот и следующий матч у нас остался. А видел новость, что Блэйды забанят на турнирах. Ну, слушайте, во-первых, ему не впервой. И прогуливать дримхаки он гораст. И баны ему тоже не впервой. И на Гудгейме он тоже был забанен, потому что 3.2.2, точнее, не на Гудгейме, а со стороны киберспортивного фонда, потому что был замечен в 3.2.2. Ну, он и не отрицал, в конце концов, когда уже все. Вот, Блэйд игрок по непредсказуемости ближе всех остальных, приближающихся к Сонику, на мой взгляд. То есть это... Я не знаю, что творится в голове. То есть ты проходишь квалификации, там отборочные, потом тупо на матчи не приходишь из раза в раз. И... Я не знаю. Если честно, я не интересовался. Соник не позволяет себе такого. Но я сравнивал с точки зрения не обязательности, а предсказуемости, так скажем. Блин, там ДК, ДК, ДК прекраснейшая. Посмотрите, какая красивая она. Какая красавица. Спасибо, Близзард, за... Мы без этого бы вообще никак не смогли. Хрен с ним, с Ладдером. Можно уже не делать его. Но вот за альтернативные модельки просто низкий поклон. Ладно. Что у нас дальше? А дальше у нас все равно гарги. ДК берет второй уровень, подрезает еще книжечку. Макозык даже немножко отставал, отстает по уровню. Персоналка пошла, но к Акалитам не добраться. Вытаскивает Энтов, забирается. Уже добраться. ДК очень далеко. Это минус как минимум 1 Акалит. Как с остальными поступать, я не знаю. Минус гулька еще. Сейчас еще вторая гулька сдохнет, скорее всего. Можно даже из игуры отменить. Да. Именно зигура. Капец. Такой удар. Во-первых, он не собирал. Он потерял две гули, Акалита, Майнинг Тайм и зигурат, который, кажется, достроился. Не, ну дешево, конечно. Что не реагирует Энты второй раз на такой вот закидон. Ну то есть, либо не рубку ты ставишь, либо ты персональный телепорт тоже покупаешь, особенно карты, где пара магазинов есть. Ну и панда, понятное дело, Дайс-то пришел, увидел, что там второй этот, второй склеп делается. То есть он понимает, что сценарий-то тот же самый. По сути, нужно воткнуть... А, нычка доделывается. Вообще никаких вопросов Дайсу. Вообще. Просто красава. Даже камеру вырубил он. Все. Периодически появляется. Не, ну вот этот товарищ может. У него... Знаете, обычно игроки, которые... Ну, которые помоложе, они должны, по идее, играть менее стабильно, чем мастодонты, да? А я вот... У Дайса, кроме отдачи козла в первой игре, таких вот... Прям промашек-то он не допускал. Ну, я не заметил. Он наверняка пропускал, но я не заметил. Молодец. Молодец. Ай, ну здесь немножечко, немножечко... Рановато думать. Нельзя хвалить. Как обычно. Как обычно. Начинаешь и начинается. Поэтому не надо начинать. А, стоп, там не будет никаких гарк. Он либо второй склеп отменил, либо... Либо просто примирился с тем, что не надо делать гарк. Тыкает в ДК. Козлик убегает. Козлик опасно. Козлик... А где у нас тайминговый магазин? Вот он, да, тайминговый магазин. Красава. Блин, нельзя... Ё-моё. Стрик переподписан два месяца. Спасибо, Стрик, за переподписку. Он тут... Да, два склепа и гули делаются. То есть отошел от плана. Блин, ну вот и верь после этого людям, да? Магазин не по таймингу. Микроконтроля не хватило. Понадавался. Похвалено, да, похвалено. Закон подлости. Такое постоянно происходит. Только начинаешь рассказывать, что товарищ молодец. И ты рассказываешь до сих пор... Обычно вот пока ты рассказываешь, какой он молодец, ты не успеваешь закончить этот процесс, он обязательно что-нибудь выкинет. Любой причем человек. Я не знаю, как это объяснить. Решил на этот раз козла пораньше слить, чтобы панде больше экспы досталось. Очень грамотная игра тогда получается. Хвали срочно немца. Пока не за что. Стрима палы. Так не хвали раньше временю, пусть выиграет, потом хвали. А что в Беларуси не топят? Почему макер в кофте? В Беларуси. Беларуси. Я вначале объяснял, что я сделал себе чайку, специально надел толстовочку, чтобы было уютнее. Посмотреть Варкрафт в тепле, в таком вот прям... Ну и окошко было открыто еще на балконе. Но про Беларусь это прям в точку. Он поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Да, да. Императора хвалит, а он оправдывает. Не, ну императора я не хвалю. Я давно не смотрел на него. Но там, скорее всего, как обычно, все в порядке у него. Дыхание влетает, в панду влетает нюк. Пошел Боков Дэд, который сразу все дрядки задиспелили. Не понял смысла этого. Сейчас мы не хотим панду потерять? Не хотим, поэтому отступаем. Ооо, Шемида. Вот это был красивый стаф. Там нова влетела, а Койла еще не было. И это как раз... Так, ну а что делать-то? Протектор делаем с Телефогичи, да? В смысле, как? Что я пропустил? Как в Беларуси? Я тоже, видимо, что-то пропустил. 50 лимита, 42. Ну, здесь нечем лечиться, Дайсон. Ой, пошли... Ой, протектор минус. Ой, панда подставляется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще один финн подставляется. Не просри панду! Ой, молодец. Панда третья не просралась, извините. Потому что в нее опять влетала. И было бы очень опасно потерять панду, которая только что левелапнулась. А, там нет телепорта. Так можно тыкнуть в деку реально. Что и делает Дайс, прикапывает его. Вставляются немножко дриады, хорошее дыхание. Панда снова в бой. Идет фокус. Козочка, козочка не успевает идти. Но слева... Да, есть минус финн. Может фокуснуть дистра? Мало юнитов. А-а-а-а! Козел! Козел! О, передает стаф! О-о-о-о! Дышит нормально, финда убивает. Но хватит ли этого, чтобы отбиться? Да-да-да, проблема именно с лечением. Потому что либо ты на бутылках работаешь... Ну, инвол надо уже брать. Так тебя же убьют! А, там нет хойла, сори. Дичь. Надо держаться как-то сейчас. 51 лимит у дайса, папский лимит, так называемый. О, он подконтролил протектор. Видите, как только пришел деструер в рейндж, сразу протектор подконтролено. Блин, очень стрёмно так выбегать вперед. Это реально очень опасно. Инвол пошел. Дыхание, попытка сейчас... Да, светоключение, сейчас козла могут убить. 1-1, кажется. Но тут не уйти уже будет. Классик, можно сказать, винтичный андед плей. Да. Да. Да, после такого провала с околитами, с гулями, то есть просто там плюс 600... Короче, этот пуш андедовский, эльфийского экспанда, это вообще стандартная штука. И если мы берем людей с сопоставимым скиллом, то там, скорее всего, будет типа 50 на 50. То есть тут нет в текущих стратегиях какого-то дисбаланса в ту или иную сторону. Ну, по крайней мере, там такого сильно большого. Я бы сказал даже, что у эльфов преимущество. Ну, потому что ауты есть после того, как... Если ты отобьешься. Ну, то есть у андеда, по сути, не остается, если он не продавил этот экспант. И Дайс, казалось бы, при такой стандартной игре и с таким прекрасным началом, которое позволило ему выиграть где-то минуту игрового времени, 600 голды, 600 голды. Он все равно умудряется в середине подсливаться так, что от куши андедовского не отбивается. Ну, там слив был юнитов и кипера. Ну, и, конечно, большой вопрос, что дальше там будет. И все было хорошо, блин. Дайс провел первую игру, начало второй игры, и тут Бобер начинает его хвалить, блин. И все. И до свидания. Ладно, не буду больше. Пусть знает. Пусть старается лучше. Почему не драться под протектором? Зачем вперед лезть? Не надо вперед лезть. То есть там иногда срабатывает тема, что ты уже прикопал, ты уже начал фокус, тебе нужно немножко добить. И тогда имеет смысл нырнуть чуть подальше. Но чаще всего андед как раз этого и добивается, чтобы вытянуть эльфа из позиции, чтобы протектор не долбил постоянно. И... И посражаться в чистом поле. Это агрессия на Т2, когда был убит кипер, когда была покоцена панда. Там же еще мануэлы все в нули, но были раздербанены. Эльфу и так лечиться сложновато. Рио, я не видел. На форуме обсуждают возможность введения лутбоксов со смайлами ГГ. Кто что думает? Неплохая идея. Но из серьезных изменений у нас, если вы пропустили МКЛ, чисто случайно, а новость есть на главной странице, в эту пятницу был выпуск «Меняемся к лучшему», где мы рассказываем об изменениях на сайте и собираем фидбэк, за который вам большое-большое спасибо. Там мы рассказывали про изменения общей подписки на сайт, что она в текущем виде станет гораздо дешевле, что добавятся градации, что добавляются новые функции, появится наконец-то бесплатная возможность смены никнейма, использование русских символов за, кстати, подписку особого тира. Ну, короче, да. ГГ плюс претерпят серьезные изменения. Надеюсь, что к началу следующего месяца мы выкатим уже все как надо. Если вы пропустили, есть запись на ютубчике, можно посмотреть. Ну, и есть новость, где, как в чинжлоге, все написано, что мы сделали за два последних месяца. Ренейм с любого уровня. Ренейм вообще не привязан. Мы ренейм делаем фичой просто как фичой. Она просто выходит вместе с ГГ плюсом, потому что нам нужно было функциональность эту сделать. Ну, там много хвостов, короче. Мы решили дать возможность пользователям использовать русские никнеймы, русские символы в никнейме, как дополнительную фичу в рамках одного из тира ГГ плюса. И заодно встал вопрос о тех изменениях, которые необходимо сделать для того, чтобы дать возможность нормальный ренейм без негативных последствий. Так что, скорее всего, вместе с выгодом ГГ плюс у каждого из вас просто появится на сайте функция «Наконец-то поменять свой никнейм». И делать это на регулярной основе, типа там, раз в месяц, что ли. Да, DJ SS будет... Ну, то есть, можно и дешевле, можно и дороже, в зависимости от того, какие функции ты захочешь в ГГ плюс. Но обо всем этом мы говорили очень много на трансляции, поэтому если вы хотите посмотреть, какие там тиры будут в общей подписке, вам прямиком в новость на главной странице. Нам надо будет проскроллить немножечко, потому что это было в пятницу, а после этого уже вышло какое-то количество материалов. Вот, но в целом там, по сути, общий подход, то, что мы делаем, то, что сейчас доступней и разбиваем на пару тиров и добавляем новые функции, за которые при желании вы сможете подписаться и получить их. То есть мы не отбираем то, что есть сейчас, а наоборот делаем доступней и вводим новые фичи. Надеюсь, вы заоцените. Ну и, конечно же, ГГ плюс — это самый главный такой способ засаппортить развитие сайта, потому что, по сути, это общая подписка на сайт, и все средства мы в разработку и так далее. А что по разработке, это тоже на МКЛ обсуждали, вы присылали идеи, в комментариях можно до сих пор оставлять замечания, информацию о багах, идеи. Мы как раз сейчас пытаемся сформировать план на предстоящий год. Заранее начали. Впервые. И ваш фидбэк, ну, он всегда был таким своеобразным ориентиром, но мы раньше не планировали дальше, чем на два-три месяца. Ну, просто потому что всегда, всегда есть чем заняться. Но он нужен список для того, чтобы правильно понять приоритет его расставить. Болеем за Дайса. Видите, без... что исчезло в интонации? Надежда. Да. Без уверенности в его победе, потому что первая игра у меня сформировала. Он успел реально за первую игру сформировать у меня ощущение, что грубых ошибок нет. Он понимает, что делает, и все ок. Вот. И также в результате в течение второй игры он успел расформировать это впечатление. Расформировано, короче. Ой, я уже хлебнул скепсисом. Ну, посмотрим, что. Хвалить я его точно не буду. Привет, Ксардас. Кейпер с двумя кольцами. Охренеть, блин. Повезло так повезло. Куда делись глаза эльфа? Да я задолбался чётики туда-сюда перекидывать. Понимаете, это ж не просто вот так вот взял, перекинул. Это ж надо подумать, куда. Ну, посмотрим. Три оф Эйджес. Вовремя переключается на скелетов. О, и нам досталось. Экспам. Нет, нет. Хотя если перегородить, если и арчей вниз спустить, это уже не успевает. Да. О, один висп. Оп, хорош. А ну того стоит. Да. Чисто ради опыта. Напиши скрип для переноски. Ага. Опять в гарги. Это что-то от игры к игре, по крайней мере, стартовый билд у него не меняется. Да, во второй он перестроился, потому что, видимо, решил, что с таким стартом... Ой, какой фейковый койл был, такой дешевый. Висп вообще говорит, не верю. Не верю. Кого ты пытаешься обмануть? Не верю, вообще. Димка, вторым героям, колечек пойдут хорошо. Говорили об этом комментаторы, но... Я не знаю... Я не понимаю логики, если честно. Ну, честно. Как человек, у которого и так много армора, поможет еще дополнительно армор, учитывая то, что большую часть урона он получает с магического урона. Поэтому, ну... Продаются. Да. Ладно там панда, ладно там алхимик, тем более. Там, когда здоровья много, армора мало, но... Ну, как-то Димке помогает. Непонятно. Неплохо. А, там был продан склеп, извините, пожалуйста. Я вот этот момент пропустил. Я пропустил тот момент, когда Дайс увидел два склепа, а... Ой. А, там первый, первый... Первый койл, нормально, не умрем. Демон Хантер вторым героем. Ультрозрение моздриатки, да? Против пуша мы будем, типа, играть через Демон Хантера. Ну, он полезнее, конечно, чем панда, если мы говорим о каком-то ограниченном по времени пуше. То есть, во-первых, не факт, что тебе удастся панду докрепить до третьего уровня. Не помню, какая там она была, кажется. Она треть получила позже, но не к первой атаке. Вот. Если нет гарк, то, наверное, Димка-то по... поуниверсальней будет. По-полезней. Он всегда универсальный, но по-полезней. Майкер, так в том, что фиг, что если будет Димка, он будет штрафовать ману, это же изи гейм, как Фогги делает. Ну, изи гейм-то точно не будет. Я понимаю, что кипер Дима это больше стандарт, и как раз вот Майн Геймс, ну, вот эта вот продажа склепа была связана с попыткой обмануть эльфа, на какого второго героя взять. Но... но не изи. Понимаете, Фоггич тот же самый с... периодически отлетает от андедов, от тайминговых пушей. Я не помню, кого мы в последний раз смотрели, то ли его игру с Люци, то ли с Су-120, но... сам по себе второй герой, правильно выбранный, тебе не делает игру изи. То есть оно так не работает. Плюс 13 урона у Лича. Nature Blessing. Интересно, протектор будет строить или нет? Да, протектор пошел. Ну, смотрите, от андеда будет пуш стандартный. И вот к нему, собственно, и готовится Дайс. Глазам поставил. Димка прокачивается. Димка третья, кстати, был бы... Ой, Агилка. Агилка, но он не плотный. Вот в такой ситуации, да, наверное, кольца были бы полезны. То есть если он делает ставку, если Димке выпадают предметы, которые усиливают его по физической характеристике. То есть если вы его делаете не только для того, чтобы нейтрализовывать вражеских героев, но еще появляются предметы, которые мотивируют его... Потому что носки вот эти вот, плюс 6 Агилы, это очень крутой предмет. Тогда да, тогда хотелось бы сюда и серклеточку, и колечко бы добавить. Просто для того, чтобы у Димки было больше возможностей на... Может он серклетку, кстати, купит даже. Нет, да, нет, свиток... Свиток есть, правда, даже свиток. Свиток инвул. Инвул берет Димки для того, чтобы решить, хотя и временно, проблему с тем, что он должен стоять и нарезать. Но в целом пока ситуация очень хорошая. Я не совсем понимаю, почему у Энте сейчас такая дикая просадка по лимиту. Возможно, как раз момент, когда берется арба, когда делается Т3, когда вот все вот это вот... Ну, много таких разовых затрат, потому что вроде как он ничего особо и не терял, правильно? Просто шел в этот Т3 и все. Продает большую ману, покупает, став иллюзии. Иллюзии хороши на того же самого Демон Хантера, чтобы спровоцировать противника на Койл Нову, потому что, когда на тебя бежит Дима, ты особо не думаешь, настоящий он или нет. Обычно ты его сразу охлаждаешь. Ну, иначе, если он не замедлится, он пропишет все моноберные, выбирая между быть замоноберным, неным, или потратить эту ману и нанести хотя бы какой-то урон, ты выбираешь, конечно, второе. Но для этого нужно прям вырываться, сейчас заранее иллюзию сделать. Позиция плохая для Дайса. Но, с другой стороны, ему и не нужно лезть сейчас, правильно? У него нычка работает, все ок. Он бы посражался, скорее всего, за этих нейтралов, но нужно внимательно следить за позицией. О, Димка, иллюзия. Купится, не купится? Влетает хорошо, типа угрожаем. Давай, Койл Ново, давай. Койл Ново. Есть! Купился. А? Вот так вот. Красиво. Молодец, молодец. Букав Дэд фигня. Еще один Димка побежал, но сейчас, конечно, Андет уже... Да ладно! Хороший Берна, 69, Димка врывается. Слушайте, нам надо сейчас давить, 70 лимита, хорошая ситуация. От дисплей скелетиков, прорваться к лечу, сделать бы Монобернат, контролить бы дрядочек, Свиток вовремя прочитать. Свиток чуть-чуть не вовремя Арчао успел умереть, но в целом ситуация очень хорошая. Монобернат 70, фокус по Финду минус Финд, минус Гуля. И сейчас тайминг Экспанда, понимаете, как может боком выйти Андеду? Койл, диспл-диспл на двух скелетов, давай. Ну диспл-диспл на... Молодец! Букав Дзе Дэд вызывает на Лича! Оооо, ну там Дестройер дисплейлит это все. Не дисплейлит? Аааа! А как так? Там, видимо, в КД был диспл. Ооо, в смысле? Сейввввввввв, ты что, с ума сошел? 30 центов, там 7 лимита на 74, с ума сошел. Все, разведочка сделана, давай, контрим экспанд. И сразу Т3! Вот как мне нравится вот эта вот реакция, правильно, уже второй раз. Ой, не надо, Михаил, ты изрекался не хвалить его. Ааа, давайте с другой стороны зайдем. Почему, почему, почему он угадал с этим действием? Ну потому что сражение выиграно Он понял, что сейчас при прочих равных, когда в следующий раз встретятся Ему сил хватит для того, чтобы посражаться с врагом И он убивает сейчас дестройера пятилимитного Да, двойной левелап, третий уровень Да добей дистра, ты че? Ну он там, ну ё-моё Ладно, разваливает все равно Ну андет, минус Сегули, минус Финт, минус... Ну 30 лимита на 66, правда и дрядки тоже потерпели Дестройера тыкни, пожалуйста, смотри какой красный... Ну, блин, Дайс недоконтраливает Ой Ну как так? Минус Финт, минус второй Если бы вот можно было поставить еще вторую базу Надо было ставить Дайс вторую базу Ну если бы у него там слева было... Был зачищен шахт, но надо было ставить третью базу Молодец точно, да нет, точно не молодец Нет Сейчас третий... третий тир, арба Даже медведей, наверное, посихонечку можно добавлять к Димке И все 70 на 30 Это, блин, как давление какое-то просто хреновише Последний раз, когда мерил 120 на 80 вообще, удивился даже 70 на 30, это вообще без шансов Чистит шахту, леса не хватает для того, чтобы... А-а-а, два Древа Ветров А зачем здесь два Древа Ветров? Ну, я понимаю, что гипосы, но... Зачем убивать Дистроера говорить, когда нет? Ну, блин, ты же видел, как этот Дистроер там... Зачем, зачем гипосы? Типа, чтобы совсем ультимативно Дистроера в контрите? Или что? А, под медведей, скорее всего Под микс медведей против полюс гипосы Под лейт Окей Хорошо Хорошо Поагрессивнее только надо играть Сейчас, наверное, правый верхний угол закрепить Дайс грамотно контролирует, что у противника нет экспанда Справа еще Левый он только что убил Делает при этом дроздов потихонечку Сейчас первые медведи пойдут, скорее всего В лимит поместится только парочка медведей То не факт, что он будет делать именно парочку Скорее нужно еще двух гиппогрифов и одного медведя всего сделать Но дайс что-то ничего не делать Ну, есть же деньги, ну давай, ну чего 72 лимита Хорош, интригу оставлять Мишка один Гиппогрифов два, да? Похоже, да Нет, второй медведь Ну, подожди Подумай, подумай Смотри, как они помещаются У тебя один медведь на два гиппогрифа Лучше два гиппогрифа Ну куда ты? Ну что ты делаешь? Дай покрипиться челу Ну он крипит еще козла, я не знаю зачем А, там Димка уже пятый, все в порядке Барабаны орков Урона добавилось Ну как бы... Я не знаю Как здесь вообще можно выиграть О, за Феррика респект Смотрите, он делает Феррика Еееей Гиппосы летят Куда вы, дрозды? Вы че? Страту спалили И медведь тоже такой Оп, нет, рано Два гиппогрифа Если сетки нет, то... Ну в бой, ребята, алло Там Дима где-то вообще в заду Взаде Врывайся, алло 150 моноберн Баг в тинкера Давай, лечи, лечи его койлом Ой, какая отдача тинкера бездарная Просто Феррик уже работает Хорош Дрозды отдались Но моноберн на 150 Еще Дима нарезает Просто разуплотняет Дмитрий Хантерович Посмотрите 50 лимита на 85 Изи просто Дайс выходит в плей-офф Ну красава Сейчас можно уже хвалить Ничего плохого не произойдет В рамках этой игры ГГ Поздравляем лоб И глаза И брови С победой Хорош Его тоже щеглом там Киро Виперснейпер Называют О, какой Ох-то прям Ох, я узнаю эти эмоции на лице Такий уже был Молодец Молодец Не, котнул Хорошо У товарища точно есть Есть все, чтобы стать Послушаем его Сейчас будет интервьюшечка Молодец 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 Молодец